Всем привет! Меня зовут Андрей Петров и вы на новом канале. Сегодня у нас очередная посылочка с Алиэкспресс. И это у нас автомобильный видеорегистратор торговой марки Xiaomi 70 MIA Dash Cam Pro. Данная посылочка у нас прибыла в страну за 3 недели. Достаточно быстрая доставка, упакована хорошо, доехала в целостности и сохранности. Давайте вскроем упаковку и посмотрим, что у нас идет в комплекте. У нас это русская версия видеорегистратора. Также дополнительно приобретался GPS-модуль. Стоимость данного видеорегистратора без GPS-модуля 55 долларов, с GPS-модулем 67 долларов. Достаточно плотно сидит в упаковочке, не хочет открываться. Упаковка достаточно красивая. Черная. Здесь у нас показывается модель Mi Drive D02, питающее напряжение 5 Вольт 2 Ампера. Разрешение данного видеорегистратора 2592 на 1944 пикселя. Открываем коробочку. И вот он наш видеорегистратор. Имеет угол обзора, как я говорил, 140 градусов. Хорошее исполнение. Что у нас еще идет помимо самого видеорегистратора. У нас идет видеорегистратор. Ух ты! Зарядное устройство к нему. 70 мей. Даже с USB портом 3.0. Пластиковая лопатка для монтажа-демонтажа. Пленочки для того, чтобы приклеить на лобовое стекло. И инструкция. Интеллектуальный профессиональный видеорегистратор 70 мей. Внимательно прочитайте инструкцию. То есть инструкция у нас на русском языке. И это очень хорошо упростит его настройку. Так. И сам шнур. Микро-USB, USB. Так. А здесь у нас обычное крепление. То есть GPS-модуль нам не положили. Короче, кинули меня китайцы на GPS-модуль. Который я дополнительно заказывал. И стоит он 12 долларов. Но ничего страшного. У Алиэкспресс есть возможность открыть спор. И отсудить эти 12 долларов. Но факт, честно говоря, неприятный. Ну и еще. Перейдем к дальнейшему видеообзору данного видеорегистратора. Давайте подключим его к сети питания. Приветствуем. Это хорошо. Давайте снимем защитную пленочку. Упс. 70МИя. Путешествую безопасно каждый день. Нажимаем стрелочку далее. Синий режим. Без записи. Ошибка. Это у нас, я так понимаю, краткая инструкция. Нажмите и держите, чтобы выключить питание. Коснитесь, чтобы включить питание. Так, системное время. Потом выставим. Наблюдение за транспортным средством. Окей. Сразу предлагает сосканировать QR-код. Чтобы скачать вот такое вот приложение 70МИ. Ну оно у нас уже скачано и установлено. У нас был видеобзор регистратора 70МИ Smart Dash Cam. Сброс даты бэкслэш времени. Подключите телефон для настройки. Осуществует карта памяти. Вставьте карту. Прикольненько. Так, хорошо. Вставить карту памяти. Ну давайте вставим карту памяти. Также заказывал на Алиэкспресс. Вот такая вот самсунговская. На 64 гигабайта. Это максимально возможный объем памяти, которую можно установить в данный видеорегистратор. Пожалуйста, отформатируйте карту памяти. Ну давайте отформатируем. Форматирование выполнено. Отлично. Так. 70МИ. Значит, заходим в настройки. Мои устройства. Добавлять. 70МИ Smart Dash Cam Pro. Она. Так. Нажмите кнопку настройки, чтобы перейти к настройкам. Так. 70МИ. Д02. Переходим в настройки Wi-Fi. Включаем. Вот здесь. Так. Включить точку доступа. Включаем. Так. И сразу здесь у нас показывается пароль, который нужно ввести. Так. Подключиться. Подключились. Нажмите кнопку подтвердить для авторизации. Подтвердить. Так. Повторить попытку. Что-то нажал не так. Что-то нажал не так. Все подключено. Отменить. Давайте попробуем еще раз. Нажмите кнопку подтвердить для авторизации. Вот у нас уже пошло изображение с нашего видеорегистратора. Немножечко с задержкой. Но все равно есть. Все. Думаю настроено. Все настройки видеорегистратора можно также проводить через приложение. Включить. Тут у нас состояние Wi-Fi при загрузке. Выключение. Звук при включении питания. Включить. Запись. Включить. Дальше. Время отключения экрана 1 минута. Системное время. Можно синхронизировать сразу с телефоном. Я думаю так будет гораздо удобней. Чувствительность к столкновению низкая. Громкость. Динамика высокая. Настройка. Видео. Здесь у нас есть кодирование видео. Это у нас новый формат H265. Наверное его мы и оставим. И разрешение видео. 1260 на 1440. Также можно установить 1592 на 1944. Так. Есть. Так. Можно поменять пароль Wi-Fi. Наблюдение в режиме парковки включено. Отдаст система, которая GPS. Выключена. В принципе все. Наш видеорегистратор готов к установке на автомобиль. То есть клеится он будет на двухсторонний скотч. Таким вот образом будет держаться в автомобиле. Вот так наш видеорегистратор выглядит уже в салоне автомобиля. Так он снимает. Здесь у нас крепление, которое крепится сюда. То есть с легкостью можно прикрепить наш регистратор на лобовом стекле. Отрегулировать угол наклона. Вот так данная камера выглядит снаружи автомобиля. Глазами водителя видеорегистратор прячется за зеркалом заднего вида. Находится здесь. Время эксплуатации данного устройства более недели. Полностью им доволен. Ссылочка на него будет в описании. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok